Пушкин Пушкин Плохие друзья, как говорят многие родители, послужили совращению с доброго пути того или другого сына или дочери. Настоящий друг лучшие сокровища в беде не оставит и поможет в самую трудную минуту. Как же выбрать друзей? Конечно же, по собственному модусу восприятия окружающей действительности и друг выбирается. Каков твой друг, таков и ты. По собственному состоянию души, по своей системе ценностей явится и друг, которого ты выбрал, который тебе интересен, которого ты будешь слушать, открыв рот. Друг, который будет тебе во многом примером, плохим или хорошим. Что ищешь, то и найдешь в друге своем. Ведь мы свободны выбирать друзей. Тот, кто оказывается с нами вынужденно, как член семьи, например, мы не выбираем ни родителей, ни братьев. Как сотрудник — это некоторая данность, с которой нам нужно найти мудрость как-то сжиться. А вот друг — это следствие твоего выбора. Именно поэтому друг более всего отражает твое собственное устроение. Следовательно, как не ошибиться в выборе друга? Наводи порядок чаще в своей собственной душе. Чем наводится этот порядок? Как исповедью, с помощью покаяния мы различаем в себе добро от зла и избавляемся постепенно, по мере времени, по мере сил, по мере Божьей благодати, от всякой зависимости, от стихии века сего. Изучай, постигай свет мира сего Христа, и он откроет очи твои, ходящие во тьме, поткнется. Кто ходит во свете, тот не споткнется. А аз есть, говорит Господь, свет миру. Поэтому, если ты не молишься Господу Иисусу Христу, откуда возьмутся твои добрые внутренние разумные устроения, и откуда возьмется хороший друг рядом с тобой, если ты не умеешь его разглядеть в связи с своим собственным устроением, смешанным, спутанным, порабощенным стихием века сего. Так что друг сокровища, друг это... Господь себя называл другом своих апостолов. Я вас уже не называю, говорит, рабы, но называю вас друзья, ибо я от вас ничего не скрыл из того, что надлежало открыть человечеству для его спасения. А вы избрали меня добровольно, и следуйте за мной, оставив все, как сказал апостол Петр. Мы все оставили и за тобой пошли. Что будет нам? А вы будете со мной близки не только в этом веке, но и в будущем, отвечает Господь. Так что истинное дружество – это то, что объединяет людей не только на земле, но и на небе. Согласитесь, что тасинки, ни виноградинки, ни апельсинки не уродятся, и наше внутреннее смятение заставляет нас иногда с людьми сметенными и поврежденными сходиться, любопытствуя. А какие еще есть формы земных развлечений, сластей, нас может щекотать какая-то опасность или таинственность развития отношений с каким-то не слишком полезным другом, как раз благодаря тому, что он расширяет для нас дорогу, ведущую в погибель, расширяет наш кругозор в земных пороках и страстях. Но разве он будет виноват? Не наше ли сердце, которое нашло себе такого друга, потянулось вслед за ним? Итак, ответ на ваш вопрос, для того, чтобы друзья были подлинно нашей опорой и сокровищем, для того, чтобы друзья были настоящими, надлежит не лениться содержать собственное сердце в порядке с помощью Таинств Матери Церкви, с помощью всякого рода познаний, которые предлагаются нам, особенно в молодое время, познания законов жизни человеческой, законов жизни духовной. И таким образом, сами не ленясь в благоукрашении собственной души, мы и возле себя обнаружим и сохраним тех добрых друзей, для которых и мы будем полезными и добрыми друзьями, верными и обогащающими, а не расхищающими ни земное богатство своего друга, ни тем более духовное. Так что общая высокая цель и объединяет друзей, и обнаруживается их единство в тех делах дружбы, которые мы так ценим, взаимопомощь, взаимопонимание, общение, именно на жизненном пути, направленном к одной благословенной, высокой цели, к постижению Господа Иисуса Христа и к жизни вечной, в которую Он нас ведет. Внеси свой вклад, оцени, подпишись и поделись этим видео.